Доброго времени! На этом видео посмотрим на работоспособности и состояние такого кассетного плеера. В моем понимании это практически high-end от Sony, максимально функционально наворочен, имеет все функции присущие плеерам Walkman конца 90-х годов. Именно эта модель выпускалась в районе конца 90-х, 99-й год, может быть позже. В моем понимании это великолепнейший Walkman, отлично выглядящий, отличным звуком обладает. Вот эта часть, верхняя крышка, где расположены кнопки управления тюнером и функциями LPM, она металлическая. Крышка кармана кассетоприемника, она выполнена из пластика. Почему такое решение было принято? Да потому что в этой крышке, как мы откроем, увидим сосредоточена плата тюнера с ферритовой антенной для приема широковещания в средневолновом диапазоне. То есть ее нужно было сделать радиопрозрачной, поэтому вот эту часть сделали пластиковой Sony. Здесь же в крышке расположены потайные и мало кому известные кнопки настройки радиостанции. Бывали уже случаи, когда люди использовали такой плеер и не знали, как настроиться на станцию, потому что нажимая на кнопку плюс и минус в режиме радио, мы только переключаемся между пресетами радиостанций. А как установить эти радиостанции, мало кто догадывался, потому что, как принято, никто никогда не заглядывает в руководство пользователя. А там, конечно же, черным по белому ясно написано о том, чтобы войти в режим настройки радиостанции, нужно открыть крышку кассетоприемника, потом нажать на кнопочку Enter. Мы войдем в режим, когда мы можем перемещаться между Tune Plus и Tune Minus. Предположим, мы хотим настроить частоту 100,0 МГц и внести ее в ячейку памяти, предположим, 7,8 МГц. Таким образом, снова нажимаем Enter. Сейчас у нас сохранена частота 100,0 в ячейке памяти 8, поэтому можно переключаться, как мы видим, между пресетами. И, соответственно, здесь по 8 пресетов предустановок радиостанций на каждый диапазон этого памяти на 16 радиостанций. Тюнер обладает исключительной чувствительностью и великолепным звучанием. Это без преувеличения. Это отлично звучащий плеер, как в части радиоприема, так и в части кассетного звука. Посмотрим по граням. Здесь кнопочка открытия кармана кассетоприемника на этой грани. Так, я выключу пока тюнер. Тюнер выключается кнопочкой Stop, Radio Off, остановка, либо ленты в режиме воспроизведения. Когда в режиме кассеты, предположим, идет воспроизведение, мы можем здесь останавливать кассету. В режиме радио мы выключаем радио. Режим радио включается нажатием Band или Radio On. Дальше переключение диапазонов последовательно и выключение радиостанции. Выключение радио здесь. Band нажимая последовательно, мы меняем диапазоны FM, AM. И если тюнер находится в режиме японского приема, то мы можем также входить еще в дополнительный телевизионный диапазон. Так, дальше посмотрим по кнопочкам. Это режим работы автореверса. Включение и выключение системы шумопонижения. Долбиной с редакшем B, On и Off. Также в режиме радио этот переключатель работает для стереофонического или монофонического приема. Если станция с помехами, либо расположена очень далеко, принимается с шумами, то имеет смысл, естественно, включить на моно. Наушники, разъем принимает как стандартные, так и вот такие современные наушники с штекером для микрофона. Дополнительно здесь контакты есть еще для дистанционного управления, пульта дистанционного управления. В данном плеере его в комплекте нет. Как мы видим, этот плеер производился в Японии. Питание от плоского аккумулятора. Батарейки типа гамстик, типа жевательная резинка, батарейный отсек. В общем-то, идеально чистый. Крышка, я уже говорил, это сделано из металла. И в таком привлекательном цвете шампань. Есть датчик автоматического определения типа ленты в этой части. То есть, плеер работает с лентами высокого типа, такими как хром и металл, а также лентами нормал, соответственно. Здесь в этой части есть датчик закрытого положения крышки, потому что в открытом положении мы не можем включить воспроизведение. Потому что вот эта лапка не нажимает там на микропереключатели датчик кассеты. Ну, собственно, всё. Состояние головки здесь идеальное. По звучанию плеер великолепен. Прижимные ролики также в полном порядке. Эластические. Эластичные. ASP это функция Auto Station Preset. То есть, в режиме радио, когда мы нажмём функцию ASP, у нас произойдёт сканирование эфира и запоминание, автоматическое внесение самых сильных станций последовательно в ячейке памяти от 1 до 8. Однако, если в каком-то, например, областном или столичном городе или областном центре больше, чем несколько десятков радиостанций, то, естественно, ASP это достаточно бесполезная функция. Потому что она занесёт в память только первые 8 станций. Предположим, это там до 100 FM. Остальные от 100 и выше частоты. Они просто будут проигнорированы. Если ваши любимые станции находятся выше по диапазону, то, соответственно, их нужно вносить вручную посредством вот этих трёх тайных, таких спрятанных, потайных кнопок. Тион плюс-минус и Энтер. Энтер это вход в режим запоминания станции в ту или иную ячейку памяти, которая выбирается кнопками плюс или минус, FF или Fast Forward или Rewind в режиме радио. Переключатель это блокировки. То есть, когда мы включаем блокировку, мы, соответственно, не можем нажать ни одну из клавиш на плеере, ни одной из кнопок на плеере. Ну и геометрические его размеры, ну просто вот миниатюрные. Он по ширине, мы видим, меньше, чем стандартная аудиокассета. То есть, аудиоподкассетник, коробка бокс с этой кассеты немножко даже шире, чем сам плеер. По толщине он, в принципе, практически сопоставим, но может быть на несколько миллиметров толще, чем стандартная аудиокассета. Ну и, соответственно, по высоте, или, да, по высоте, также ненамного превышает размер стандартной коробки для кассеты. Ну и послушаем, как звучит кассета. Меня, в общем-то, звучание очень впечатлило. Здесь нет датчика стороны, то есть, нет определения стороны, поэтому нужно всегда вставлять кассету той стороной, которая будет воспроизводиться первой. Например, вот эта сторона B, она будет первой воспроизводиться. И, соответственно, мы включаем на воспроизводение. Мы видим здесь через окошко вращается, как вращается бобинка кассеты. Окошко небольшое, однако через него можно видеть, как играет кассета. Сейчас я включу громкость. Побольше сделаю, точнее. Хочу сказать, что звук, в моем понимании, один из лучших среди локманов. Звук великолепен. В режиме плеера здесь есть функция поиска треков. Предположим, мы хотим найти следующий трек. С воспроизведением мы нажимаем перемотку на этом плеере. И мы видим, загорается цифра 1. Это сколько треков мы хотим пропустить. И когда только пауза будет обнаружена, мы видим, что сейчас была обнаружена пауза. Это значит, что плеер сделал остановку и включил произведение следующего трека. Повторюсь, по звучанию он безупречен. Звук настолько чарующий, просто насыщенный, богатый и сочный. В общем-то, можно сказать, эталонный для плееров Walkman. Великолепнейшее звучание. Если мы хотим послушать обратную сторону, мы нажимаем воспроизведение. Еще раз загорается анаппись Reverse или Reverse Play. Reverse Play. Реверсное воспроизведение. Громкость сейчас практически максимальная. И она достаточная. На такой громкости, конечно же, невозможно слушать наушники. Потому что они звучат как мини-колонки. И мини-колонки одевать себя на уши, но это не самое лучшее решение с точки зрения пользы для слуха. Это система шумопонижения также работает. Блэнк-скип. Это пропуск длительных пустых фрагментов на кассете. Я всегда оставляю его в режиме. Это реверсное сейчас идет воспроизведение. Красивый плеер. Очень красивый. Красиво вот эти кнопочки для чтят. Кстати, я Стратру от отпечатков пальцев. Потому что, естественно, они Прикасаясь к этим кнопкам Остаются отпечатки. Но их легко стирать Какой-то Легкой тканью. Протереть. И мы видим, насколько Этот плеер красивый. Ну, что еще можно сказать? В общем-то, по функционалу Этот плеер идеален. Схема шумопонижения. Система поиска треков. Автореверс, работающий в автоматическом и ручном режиме. В автоматическом режиме автореверс работает В двух режимах. В режиме бесконечного воспроизведения И в режиме разового воспроизведения кассеты. Сейчас включен режим разового воспроизведения кассеты. То есть, сторона А и Б. В процессе воспроизведения мы не можем открыть кассету. То есть, там механизм у нас блокирует передвижение кнопочки Оупен. Только нажав на остановку, мы можем открыть крышку кармана кассетоприемника. В общем, вес этого плеера с кассетой и в полностью снаряженном виде С дополнительным контейнером для батареи, с аккумулятором, кассетой, наушниками и культом дистанционного управления Составляет 210 грамм. Если же вес пустого плеера, без всего вышеупомянутого, то это всего лишь 150 грамм составляет. То есть, плеер достаточно легкий, но его общий вес зависит от общего снаряжения. С таким аккумулятором плеер проработает ввиду мотора бесщеточного и с очень низким энергопотреблением, порядка 15 часов, не меньше. Здесь аккумулятор емкостью 1400 мАч. Соответственно, Sony производитель в руководстве пользователя гарантировали 9 часов беспрерывного воспроизведения с аккумулятором стандартным, а емкостью 600 мАч. Так как здесь емкость в два раза больше, то, соответственно, мы можем... Время автономной работы, воспроизведения... Ага, это у нас кассета закончилась сейчас, судя по всему. Да, сработал автостоп, так как играла реверсная сторона и плеер находился в режиме разового воспроизведения кассеты. Сторона B у нас закончилась. Сторона не B, а обратная сторона закончилась. И, соответственно, сработала автостоп. Поэтому можно просто в режиме перемотки. Покажу, как он еще работает. Сейчас перемотка вперед происходит. Мы видим, вращается бобинка кассеты. Так, перемотка назад, также ревайн-быстрая. Ну и воспроизведение. Это воспроизведение вперед, forward play или forward play. По звучанию, клеер идеален без малейших искажений, без детонации, с равной скоростью, как при прямом, так и при реверсном воспроизведении. Снова посмотрим, как работает система Automatic Music Sensor. Периодически IMS появляется. Ну вот, найден был следующий трек. Сейчас начнется воспроизведение трека. Я поближе поднес наушники к камере, для того, чтобы можно было услышать звучание. Еще немножко послушаем. Громкость, да, громкость здесь максимальная. О, нечаянно на стоп нажал. Но нет смысла такую большую громкость делать. Поставим ее на восьмерочку, на 80% от максимальной громкости. Японская кассета BASF BASF. Знал ли кто-то, что кассеты BASF производились в Японии? Покажу сейчас. Беру трек-лист и вот вкладыш от кассеты BASF. CRX. Японского производства BASF. В общем, такой великолепный плеер. была продемонстрирована его работа и в какой-то мере звучание. Великолепный звук стромовой кассеты. Трек-лист. Благодарю за просмотр. Всем пока. Продолжение следует...